Следующий у нас будет выступать Павел Балабанов, генеральный директор Брауни Софтвер. Здравствуйте, коллеги. Спасибо большое. Ух, эти новые технологии. Коллеги, мой доклад посвящен как раз эффективному взаимодействию, каким образом это можно организовать. Вообще, когда мы говорим об эффективном взаимодействии, мы имеем в виду прежде всего три вещи. Первый – это порядок, второй – это контроль, и третий – это безопасность всех файлов, с которыми мы с вами работаем, чтобы, если что, их можно было восстановить. Наша компания Брауни Софтвер, мы очень тесный партнер с компанией PSS и занимаемся как раз организацией эффективного взаимодействия с использованием лучших международных практик и с использованием, безусловно, нашего отечественного опыта. Что касается международных практик, мы являемся единственными дистрибуторами российского перевода BIM-стандарта BS1192-2007. Это достаточно знаменитый британский стандарт по взаимодействию в строительных проектах. Именно он был взят за основу Минстроя для того, чтобы создать свод правил при BIM-проектировании и строительстве, который сейчас активно обсуждается в интернете. Плюс мы занимаемся две ключевые компетенции. Это внедрение и разработка на интеграции Autodesk Professional. Это как раз та платформа, которая позволяет организовать это эффективное взаимодействие. И на сегодняшний момент более 900 пользователей продуктов нашей компании. Ключевые заказчики – это наши заказчики вместе с компанией PSS, это ЦПТИ, это все проектные институты Росатома. МОС-проект номер 3. Сибгипротранс, компания Ремарк, Верхфау, Медикал Инжиниринг. То есть те компании, которые вы уже слышали. Есть в этих докладах. 4. Говорить о порядке. Вы знаете, есть знаменитая фраза от Бисмарка, что Россия медленно запрягает, но быстро едет. В общем, с моей точки зрения, часть это связано с тем, что мы в самом начале, нам очень трудно организоваться. И мы несем в самом начале проектов наших огромные потери. А почему мы быстро потом едем? В большинстве случаев это потому, что у наших оппонентов возникает некая паника, хаос. А вот управлять хаосом мы как раз очень хорошо умеем. И чувствуем себя как рыба в воде. И даже, вполне возможно, мы даже этого не задумываясь, мы вокруг себя его создаем. Потому что в порядке мы как-то себя очень неуютно чувствуем. Но если добавить толику порядка, то цены не будет вообще производительности труда в нашей стране. И это показывает, например, стадион в Краснодаре, который недавно построен. Отличный стадион, который построен был в срок. Бюджет, который был заложен. И посмотрите на стадион, который строится в Питере. Ну, он его, наверное, достроит, но там потери просто огромнейшие. Поэтому работы у нас там очень много. Желание заказчиков именно организовать порядок, очень действительно большой спрос. Один из наших клиентов, заказчик, очень хотел как раз именно начать с порядка. Заказчик крупного инфраструктурного проекта. Это 18-километровая эстакада. Большая трасса с большим количеством развязок. Естественно, с большим количеством искусственных сооружений. И заказчик с самого начала думал именно о BIME. Потому что ему нужны именно правильные спецификации, чтобы не обманули его настройки. Чтобы можно было контролировать все затраты. Чтобы можно было проверять коллизии. Чтобы в итоге контролировать очень четко строительные процессы. И он решил, что с самого начала я создаю единое хранилище информации у себя. У себя внутри. И все генеральный проектировщик, который проектировал основную дорогу. Подрядчики, которые проектировали основные искусственные сооружения для этой дороги. И третий подрядчик, который отвечал за автоматизацию платной дороги. Потому что это платная дорога уже за автоматизацию этих дорог, за внесение оплаты. То есть это три крупных проектных компании, которые должны были взаимодействовать вместе в одной среде. Организовали это все на специальном хранилище, которое было построено на платформе Autodesk World Professional. Что они изначально о чем договорились? Об единой структуре папок. Чтобы генеральный проектировщик и подрядчики с самого начала, они не присылали проектные данные, они с самого начала там работали. То есть проектировщик, работая в Revit, работая в Civil, 3D, в AutoCAD, он открывал файлы, которые находятся не у него, а находятся там, у заказчика. Соответственно, когда нужно было выкладывать уже проектную документацию, а по контракту нужно выкладывать как в редактируемом формате, так и в нередактируемых форматах, это все просто там выкладывалось. И писалось официальное письмо о том, что коллеги лежат в вашем хранилище в такой-то папке «Проверяйте». Значит, единая структура папок. Коллеги использовали Autodesk Civil 3D. Скажите, пожалуйста, кто использует Civil 3D? Использует три человека. Значит, Civil 3D отличается от AutoCAD тем, что у него очень много различных объектов вокруг себя создается. То есть мы работаем с трассами, создаются соответствующие 3D элементы. То есть их очень много. Это какая-то целая структура файлов и папок внутри системы. И Vault автоматизированно управляет этой структурой папок. То есть что это значит? Это значит, что если мы, во-первых, не открывая сам Civil 3D, мы можем посмотреть структуру папок и увидеть все эти элементы, кто с чем связан. Если передали задание, то в каком файле применяются вот эти файлы, которые выданы вот этим проектировщиком. А что применяет этот проектировщик, на что у него ссылается и так далее. То есть вся цепочка, кто на кто ссылается, просматривается прямо внутри. То есть весь рабочий цикл, когда кто-то создает под основу, передает смежное подразделение, я вижу, что вот этот 3D элемент создан. Я вижу, что этот 3D элемент применен потом большим количеством проектировщиков. У этих проектировщиков создаются еще какие-то элементы и так далее, и так далее. При этом полный контроль над изменениями в проекте. Изменили, создалась новая версия, смежные специальности оповестились о том, что что-то произошло, какие-то изменения. Благодаря чему это происходит? Это происходит опять же благодаря единому хранилищу информации по проекту, который происходит внутри. Очень гибкий и удобный способ обмена информации с распределением прав для участников рабочей группы. То есть опять же речь идет о порядке, об едином регламенте. Если безусловно нет никакого доступа, и кто как может выкладывать файлы, то это приводит к беспорядку. Это в любой системе можно навести беспорядок, потому что основа, безусловно, это единый регламент, правила игры между всеми участниками процесса проектирования. Когда создавался, вообще создается эта модель, то часть элементов разрабатывается с помощью специальных модулей в Civil 3D, например, пролетные строения, балки. Что касается искусственных сооружений, то они прорабатываются в Revit. И потом, накопив эту базу семейств, уже создается модель, которая изображена как раз на экране. То есть сводится это все в единое целое. Причем, благодаря тому, что это все-таки BIM-моделирование, использование трехмерных программных продуктов, эту информацию, все эти искусственные сооружения можно насытить дополнительной информацией, которая нужна конкретному заказчику. Для того, чтобы выдать конкретную документацию, либо конкретную Excel-таблицу или данные, которые ему удобны и которые он может в дальнейшем использовать. Все это сводится в Navisworks в единую модель, для того, чтобы проверять уже коллизии, пересечения, смотреть, согласовывать это все в дальнейшем заказчикам с помощью визуализации, о которой я чуть больше скажу. Все это позволяет выдавать уже физобъемы, более точные физобъемы. Об этом именно, конечно, заказчик задумывается, чтобы было это все четко, никакой большой погрешности не было, только на какие-нибудь отрезки и так далее. Есть какие-то 10% потери, безусловно, но здесь должно быть все четко на этапе смет. Безусловно, программные продукты не дают возможность все это свести прямо в одну таблицу, из одного программного продукта все это экспортировать, нет. Что касается ревита и искусственных сооружений, эта документация выдается оттуда. Что касается дорог, развязок и так далее, инженерии, это выдается из Сивила. И потом это все сводится уже в единую модель, для того, чтобы заказчику показывать и согласовывать на этапе согласования с заказчиком. Теперь добавлю, что касается контроля. Ко всему этому можно добавить интеграцию вот этой платформы Autodesk Cloud Professional с сетевыми графиками процесса проектирования. Что это дает? Это дает главному управленцу, кто управляет этим проектом, соответствующие сигналы внутрь сетевого графика, которые ему показывают. Вот задание должно быть, было выдано, смежное подразделение, или должна быть прислана эта документация, но она не прислана, у нее появляется сигнал. Или, например, скоро она должна быть прислана заказчику, загорается там желтый сигнал, просрочено, красный сигнал, готово, зеленый. И это можно проставлять не в ручном режиме, готово на 100%, поступает это просто из Autodesk Cloud Professional, благодаря тому, что обмен заданиями, обмен заданиями проходит, может проходить именно там. Это что касается контроля. Ну и безопасности интеллектуальной собственности, которая там создается. Безусловно, если идет смена подрядчика, а такое может быть, заказчик это может сделать очень просто. Потому что ему не нужно требовать какие-то последние редакции, проводить координацию, где проектные решения, он может просто легко передать это все другому проектировщику, если такая необходимость есть. То есть, вот таким образом действует конкретный заказчик. Проект огромный, он еще не закончился. Это, в общем, 18-километровая трасса, поэтому там еще очень много работы. Но, тем не менее, заказчик, задумавшись о порядке, задумавшись о контроле, задумавшись о безопасности того, что происходит, он организовал такое хранилище. В завершение, мне бы хотелось вот что сказать. В 70-х годах в журнале Scientific America проводили такое исследование. Сравнивали животный мир, кто меньше всего тратит килокалорий на протяжении перемещений с точки А в точку Б. Вот человек занял самое последнее место. Там, где-то внизу был список. То есть, мы больше всего тратим энергии для того, чтобы перейти с точки А в точку Б. А победил, первое место занимал кондор. Но кто-то был очень таким смекалистым и решил человека проверить, который катится на велосипеде. Кондор остался совсем позади этого человека, катящегося на велосипеде. И человек на велосипеде занял первое место. То есть, человек – это создатель инструментов, который помогает ему быстрее двигаться и эффективнее выполнять то, что он выполняет. Вот Autodesk World Professional – это такой велосипед, который на всем притяжении жизненного цикла проекта, от начала проектирования и до сдачи проекта в архив, помогает двигаться быстрее и эффективнее. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, то я готов на них ответить. Павел, скажите, в какой мере вашей компании удается оказывать влияние на Autodesk с тем, чтобы оптимизировать продукт, который они создают, и, возможно, привязать его к нашим нормам? Или это целиком на совести разработчика? Это не целиком на совести разработчика, но в основном на совести разработчика, который, скажем, не разработчик, а интегратора. Вот интегратор очень много делает. Например, компания PSS. Мы работаем с Autodesk World Professional. Мы не оказываем влияние, мы разработали свой пакет адаптации, мы просто поняли, что дождаться наших норм нельзя, и мы сделали для России и СНГ свой пакет адаптации для Autodesk World Professional, который просто ставится сверху и удовлетворяет всем процессам, которые там существуют. Если говорить о трехмерных программных продуктах, компания PSS проделывает огромнейшую работу для того, чтобы привести его в порядок не только что касается норм, ну и что касается вообще в принципе работоспособности приложения, потому что очень часто возникают различные вопросы при передаче информации, при какой-нибудь выдаче тех документов, которые нужно, а их не выдается. То есть, например, получение спецификации в той форме, в которой она нужна. Компания PSS сделала специальные скрипты на Динамо, это язык программирования к Ревиту, который позволяет это делать, плюс наша компания подключается, что нельзя сделать с Динамо, дополнительную разработку для этого делает. В основном, чтобы не дожидаться, потому что бизнес такое дело, тебе нельзя тут ждать. Тебе нужно вот либо сейчас это получить, либо просто тогда не внедрять приложение. Поэтому нам приходится просто именно самим прежде всего создавать, это просто быстрее, быстрее удовлетворяет потребности заказчика. В основном, это разработка, все то, что делаем от PSS, мы Autodesk, что касается норм, ну, делает мало. Вот это максимум, то, что нам взаимодействует с Autodesk, по моей общей практике, это выдача каких-нибудь замечаний на доработку. И мы добиваемся этого. Что касается Волта, что касается Ревита, благодаря, собственно, вот этому такому взаимодействию выпускает Autodesk сервис паки. Долго, мучительно, куча писем надо написать. Но в итоге, благодаря коммуникации, прежде всего, именно с зарубежными коллегами, потому что через российский офис можно вообще не дождаться ничего, именно напрямую с ними, да, мы добиваемся каких-то результатов. Так, а можно микрофон, Виктор? Все слышали? Там просто сзади может не слышно быть. Вот система большая, хорошая. Сколько человек требуется для администрирования? То есть настройка и внедрение – это интегратор. А администрирование, это получается администрирование с двух сторон. Со стороны проектировщика и со стороны заказчика идет администрирование. Да, вы, кстати говоря, очень правильно заметили. То есть если говорить о проекте, о котором я сейчас рассказывал, действительно есть администратор со стороны заказчика, есть администратор со стороны генерального проектировщика да у два таких предметных администратора собственно два человека этим всем и управляет то есть два человека делают графики отслеживают графики контролируют выкладывание синхронизацию данных ну перезаривались о графике например вы когда привели просто пример графика четкого я по нему вы привязался важного страшен график проектирования безусловно был создан руководителем проекта со стороны заказчиков не предметно старатор делал да это график который они выкладывают belt предметная с точки зрения распределения прав доступа это делается двумя людьми там не суд한데 помертному и администраторами обучение персонала тоже делается двумя предметами администраторы при этом они меняются они даже ездят друг другу потому что находится в APP городе они ездят друг другу для того чтобы помогать если одного не присутствует нужно обучить персонал на какой-то вопрос ответить он приезжает там и рассказывать, либо по тимьюверу в удаленном режиме. Потом, соответственно, проектировщики, сами руководители групп, они уже в папках соответствующих держат файлы, выкладывают их на просмотрные изменения. И то же самое делают, есть бизнес-координатор, еще при этом, который отвечает за всю входящую и исходящую корреспонденцию, распределяет там задачи, что если письмо пришло, согласовать между техническими экспертами заказчика, потому что они осуществляют этот контроль, есть бизнес-координатор. Дальше есть руководитель, технический руководитель со стороны заказчика, который тоже участвует в этом документообороте. И есть так называемый руководитель, он со стороны бизнеса, юридических каких-то вопросов тоже участвует. То есть, если говорить вообще о пользователе их системы, то их много, их больше 20, можно назвать, с учетом вместе с проектировщиками. А если говорить о тем, кто просто управляет этим процессом, то их двое, два предметных администратора, которые просто отвечают на вопросы, распределяют права. Если что-то, какой-то затык не открывается в файл, они что-то помогают, прикручивают. А сколько весь процесс внедрения занимает в среднем? В среднем он занимает пилотный проект. Пилотный проект, это проходит три месяца. Пилотный проект. После того, как все все поняли, осознали и готовы приступить к масштабируемой на всем остальном предприятии, проходит еще три месяца. То есть, пилотный проект три месяца, это конкретный проект проектирования берется, конкретный объект с реальными сроками. Это не какой-то архивный проект. То есть, реальные сроки, реальные люди. Пилотный проект проходит. Безусловно, сам проект проектирования завершается позже, но проект внедрения завершается за три месяца. Дальше масштабирование, оно может проходить как сразу, Но обычно берут паузу где-то месяц-полтора, чтобы они сами в этом продукте поработали. И через три месяца проходит масштабирование на всем остальном предприятии. То есть где-то на человек 80 это все можно внедрить за 6 месяцев. Сразу уточняющий вопрос. Что при такой раскладке происходит у нас с лицензиями на ПО? Потому что получается задействован заказчик, проектировщик, может быть еще какие-то супчики. И вот здесь вот именно возникает вопрос. Что у кого должно быть, на чьей стороне? Спасибо за вопрос. Значит есть две схемы. Заказчик может купить на себя все лицензии, которые ему нужны для того, чтобы распределить все задачи между проектировщиками. Но при этом автодеск не запрещает это делать. То есть действительно один может купить, а другие в удаленном режиме подключаются к этой системе, беря соответствующую сетевую лицензию. Благодаря именно тому, что эта сетевая лицензия покупает обычно ровно на 40% меньше, чем общее количество участников. Например, если 100 человек покупает 60 лицензий сетевых. И благодаря тому, что Волт, когда при открытии файла через 10 где-то минут лицензия обратно возвращается, проектировщик спокойно работает с файлом, но эту лицензию может забрать уже другой человек. Поэтому, в общем, 60 примерно процентов нужны лицензии. Но тот вариант, который я рассказал, там заказчик потребовал, чтобы лицензии приобрели сами подрядчики. У него есть собственный полный лицензии, но очень небольшой, а у подрядчиков есть свои лицензии, которые они были обязаны купить именно под конкретный проект. То есть и так, и так можно поступить. Значит, не в микрофон, значит, про версионность сейчас идет речь, продуктов. Действительно, не возникает только потому, что есть единый регламент, что нужно использовать одну версию SQL-сервера, одну версию Autodesk World Professional. Все должно быть по единому стандарту. И даже если прошли обновления Autodesk, появился за период времени новая версия программного продукта, безусловно, все прямо договариваются, что мы все обновляем или все сидим пока на том, что есть. Чтобы не возникало проблем. Это вот, если говорить просто про конкретный проект. Но также вот эти подрядчики, они уже осознав это преимущество, они на остальных проектов уже просто у себя внутри внедряют. Используют эти лицензии, которые у них выкуплены, внедряют у себя и на других проектах. Так, коллеги, еще вопрос. Даша, у нас есть еще один? Дмитрий, компания NGEO. Я увидел красивую вашу картинку в Navisworks, когда все совмещается. И возник вопрос. С одной стороны, BIM-модель предполагает базу данных, где все хранится. С другой стороны, вы упомянули, это файловое хранилище, где хранится какая-то другая информация. Могли бы подробнее чуть-чуть рассказать, как совмещается это все, буквально шаги. Как совмещается в Navisworks эта картинка с использованием информации базы и файлов? Вот, примерно хотя бы. Смотрите, сам процесс от совмещения, я боюсь, что у меня сейчас не хватит компетенции об этом рассказать, потому что это не моя область экспертизы. Но если поверхностно, значит, есть разные форматы. Где-то RVT, это ревитовский файл, это там искусственные сооружения. Есть Civil 3D, это DWG формат и, соответственно, 3D элементы к Civil 3D. Все это импортируется в IFC формат, который Константин Бегтимеров об этом сказал, и сводится в единый IFC файл, это уже на выходе дает Navisworks. То есть он сводит себе внутри эти форматы, и получается на выходе IFC, ой, да, и NVD. NVD это нередактируемый, если я не ошибаюсь, формат, который можно передать заказчику, это просто вот там посмотреть, да. Вот таким вот образом, все форматы и редактируемые, и которые получаются на выходе для сведения в единую модель, вот IFC, они все хранятся внутри единой структуры папок в хранилище Волта. Самый итоговый файл Navisworks'а также помещается внутри Волта в специальную папку координация. При этом, если говорить о людях, есть у каждой дисциплины свой так называемый BIM координатор. Вот сейчас на предыдущем докладе была показана картинка, каким образом внедряли. Архитектурный отдел, конструкторский, инженерный. И там везде была координация написана. Очень важно, чтобы у каждой специальности была координация, был единый координатор. Но если в классическом 2D проектировать, это главный специалист, собственно. Он отвечает за то, чтобы модель от специальности вышла согласно регламенту для этого конкретного подразделения. И есть единый BIM менеджер, который сводит от всех BIM координаторов в единую модель. Вот у заказчика есть специальный BIM менеджер, он же предметный администратор Autodesk World Professional. Он BIM менеджер и предметный администратор. Он сводит все в единое целое, он делает замечания, соответственно. И от него идет часть письма, исходящего с замечаниями к генеральному проектировщику. Вот это бизнес-процесс и само сведение. Если чуть подробнее, то я предлагаю даже вместе с Константином Биктимировым пообщаться. Он даже больше об этом, безусловно, знает. Да, можно микрофон, Виктор? И сюда. Раз. Павел, она по граждан проекту. Вопросик, продолжение предыдущего. Если проект выполнен в другом, не Autodesk продукте, насколько коллизий возникает при объединении? И существуют ли они вообще в принципе? Как он работает с другими форматами? Не ДВЖ условно, не РВТ? Вообще, хороший вопрос. Я предлагаю, если Константин Биктимиров есть? Есть, да? Я прошу сейчас мне помочь. Извините, что не по адресу. А вот, Костя. Я тебя планами не заметил? Можно, я возьму. А вы какую ПО используете? Да нет, мы-то используем Autodesk продукцию, но в условиях отсутствия электрики в Ревите, возможно, придется использовать другие продукты. Ну, смотрите, ситуация следующая. Когда речь идет о других графических средах, то первое, на что надо обратить внимание, через какие обменные форматы мы можем с ними обмениваться. То есть, если речь идет о том, что мы в среде Navisworks объединяем общую модель, то у Navis очень большое перечень форматов, которые он воспринимает, в том числе и FSC. Допустим, если вы говорите про электрику и про отечественный продукт, который где-то месяца три назад, по-моему, или два последнего версии начал поддерживать выгрузку в IFC, ну, просто модели, да, то здесь как бы сразу ответ, единственный вот этот, то есть через IFC обмен. То есть, единственное, что, когда разные графические среды, даже Autodesk, в принципе, да, основная проблема весов, скажем так, координации, то есть, когда у нас одна графическая платформа, мы можем оперативно использовать информацию всех участников при состоянии разработки, скажем так, да, то есть, допустим, у нас у заказчика в одном из проектов графическая платформа Revit на всех разделах, и, то есть, у нас там 80 файлов, связанных с ссылками, это уже там где-то около 2 гигабайтов данных, но тем не менее, все участники могут оперативно видеть и исходные данные для, во-первых, своей работы, во-вторых, для выпуска рабочей документации. Когда речь идет о различных форматах, то есть, у нас нет оперативности, это раз, и у нас есть потеря при обмене, это два. То есть, допустим, нужно думать, каким образом мы будем вгружать друг другу эту информацию, и нужно понимать, какие допущения мы при этом будем делать. То есть, 3D-координация проблем нет, да, допустим, делаем регламент раз в неделю, выгрожаем в AFC, координатор собирает коллизии, дает ГИПУ, там, по пятницам расстрел, ну, как бы, все нормально. Когда речь идет о оперативной информации, да, то есть, коллегам по электрике необходимо для выпуска своей документации иметь подложку и исходные данные, да, которые выполняются там в другой графической платформе, в другой графической среде. Здесь нужно думать, каким образом эту информацию вы будете передавать, с какой периодичностью. Да, допустим, если это нано, то это платформа ДВГ, соответственно. Если строительная часть является Revit, да, то здесь единственный выход – это платформа ДВГ. Да, сейчас, буквально еще 10 секунд. Платформа ДВГ, и здесь нужно думать, как это вы выгрузите, да, с какой периодичностью, потому что, как только вы выгрузили в оперативной работе информацию из Revit, а через 5 минут информация уже стухла, да, потому что работа продолжается. Поэтому здесь у нас не оперативный обмен, а мы договариваемся о итерационном обмене. То есть, если у нас, допустим, 80 моделей, один человек это уже не сделает. Это надо перенести эту работу на исполнителей, потому что, ну, как бы, выгрузить оперативно одному координатору, там, 80 ДВГ, либо еще каких-то, это сложно. Поэтому здесь нужно регламент поработать с людьми и, то есть, вот такую систему пошаговую, ну, как бы, внедрять в проекте. Спасибо. Коллеги, если будут еще вопросы, тогда давайте в куларах. Вот, спасибо большое за вопросы. Я хочу буквально сейчас на нашей организационной, вот, я не могу не сказать. Эдуард Караджаян, хочу ему огромное спасибо сказать. Это ведущий специалист компании PSS, который подготовил все слайды, которые вы сейчас видите. Он ведущий специалист по Seville 3D. Вот его визитная карточка. И моя визитная карточка, она тут. Давайте общаться там уже. Спасибо.